так друзья всем доброго времени в одном из предыдущих видео мы уже с вами распотрошили две молоденькие орхидеи и сегодня нам предстоит еще распотрошить две орхидеи принимать участие в одном из наших экспериментов на канале в котором мы вместе с вами будем две пары орхидей кормить как положено удобрениями то есть по одной из пар мы орхидеи будем кормить а по 2 из пар мы не будем кормить и будем смотреть что с ними будет происходить специально для этого я отбирал две пары подростков одну пару мы в одном из предыдущих видео брионы две орхидеи брионы распотрошили они ждут у нас пересадочки стоят вот с водичкой на дне с корнями мы оставили по 7 листочков принципе они одинаковые ну выберем какую из них мы будем кормить какую нет вот то есть так в этом а суть у нас эксперимента и вот еще у нас две орхидеи тоже такие по хуже состояния но как похуже помельче они не похуже а помельче те они у нас подольше находились я их раньше купил они успели подрасти обрасти корнями а эти две орхидеи попозже были куплены и значит подрасти они успели поменьше вот тоже значит они две у нас отцвели там у нас одна цвела а здесь обе цвели и это тоже у нас орхидеи разочаровавшки бриончики у нас должны были отсвести бабочками а эти орхидеи тоже должны были бы бабочками от сверсти но они отцвели полу бабочками вот посмотрите с одной так вот так вот с одной стороны видите у нас лепесточек с защипом а второй у нас стандартом значит на белые вот эти вот пятна не обращайте внимание это у нас топсин я обрабатывал их орхидеи топсинов в общем что у нас сегодня сегодня мы с вами эти две орхидеи тоже распотрошим так они у нас уже я их тоже поливал накануне но не накануне а чуть пораньше чем те орхидеи они уже успели у нас воду впитать вот и сегодня мы их тоже отсюда достанем цветоносы обрежем они нам не нужны ну наверное сделаем так как и в предыдущем случае с двумя орхидеями там мы в одной еще одна орхидея не цвела а вторая цвела мы немножко оставили цветонос вон он и у этих орхидей мы обе цвели мы у одной орхидеи вообще цветонос обрежем вот так потому что он у нас полностью отсох да вот он а у 2 орхидеи мы также обрежем сколько там у нас две почки но мы тоже здесь оставим вот так вот две почки вот так вот внутри здесь у нас почки ну чтобы максимально было знаете как справедливо да ну что давайте распотрошим эти орхидеи вот и тоже посмотрим что у нас тут с корневой системой у этих орхидей вот и как скоро по результату потрошения и чего там у них внутри мы перейдем к их кормлению значит сразу хочу сказать что все подкормки орхидеи у нас осуществляются после пересадки когда вот пересадили мы орхидеи через одну две три может быть даже четыре недели в общем орхидеи должны адаптироваться то есть адаптироваться и пойти в рост ну не всегда в рост а хотя бы просто адаптироваться ну как минимум две недели на это должно пройти поэтому мы с вами сегодня потрошим эти орхидеи там пару дней назад те распотрошили сегодня мы вот эти две орхидеи потрошим значит название у них у этих орхидей вот такое вот что вам было понятно что это орхидеи что и в предыдущем случае тоже у нас этот же садовник который как я говорил что это один из самых непостоянных садовников который лукавит который обманывает постоянно то есть у него максимально не выполняются обещания которые он показывает на своих картинках продавцы российские его представители когда продают орхидеи выдают желаем на желаемые в общем картинки а в итоге выходит ну не то что должно выходить то есть садовник максимально безответственный на мой взгляд вот потому что именно этот садовник сон я я уже несколько да не несколько уже с десяток видео снял что максимальное количество у него неоправданных ожиданий люди деньги пройти платят деньги платят проходит время теряют свою жизнь а по итогу не получают то о чем точнее то что продавал этот садовник сон я это можно конечно сто пятьсот раз оправдать как это делают продавцы говорят мы вас предупреждали и так далее там подобное но у этого садовника максимальный процент не попадания то есть то что он заявляет не является в итоге реальностью вот не оправдываются ожидания вот имейте это ввиду вот и сегодня я как раз таки собрал вот две пары таких орхидей а вот это улетели вот чтобы на их примере потом показать посмотреть так нам важно чтобы общее состояние орхидей было максимально одинаково так распотрошили одну цветущую давайте распотрошим другую чтобы у нас было ну хотя бы примерное количество листьев чтобы стартовые возможности у обоих пар были в принципе одинаковые вот так и для этого мы собственно и потрошим эти орхидеи чтобы в одном из следующих видео все эти четыре орхидеи пересадить одинаково вот и с одинаковым уходом и уже потом после адаптации пересадки эти орхидеи можно было начать подкармливать чтобы так у нас этот корень тоже совсем того в общем все грустно вот у этой орхидеи да вот прям совсем грустно хотя у нас один корень тут пошел в рост но это ничего страшного мы с вами умеем быстро адаптировать корни орхидеи на ставя их на водичку вот если есть несколько корней у орхидеи воздушных да тем более у такой раскукленный а мы с вами их обратно ставим в емкость с водой до набираем водичку на дно и они у нас несколько дней стоят адаптируются хопа вот так вот мы сделаем это все дело и как только у нас начинается рост корней мы их с вами пересаживаем вот это важный момент поэтому нам нужно будет дождаться всего этого момента так но для начала нужно вот у этой орхидеи у нас 4 листа и вот этой тоже 4 надо оставить но у нас здесь не 4 ну давайте так считать смотрите один потерянный тургор 2 3 и 4 лезет маленький 5 вот этот вот желтеющий да мы давайте оставим ей все эти листья сухие я срежу сейчас все эти листья оставим и поставим на водичку их все эти листочки смысле все корешочки да вот и дождемся момент когда у нас пойдет рост корней у этой орхидеи да не только у это а у всех мы их тогда а одним заходом все сразу и пересадим так ну вот так вот я все корни вниз загибаю все-таки этот лист у нас отпадает отпал все все у нас равноправие по 4 листа осталось вот тоже эту орхидеи мы помещаем стакан в этот мирный вот так вот и в оба этих стакана наливаем воду чтобы у нас корни орхидей касались воды это важный момент да вот ну и соответственно ждем когда эти корни начнут рост это важно тоже у нас для эксперимента момент вот все вот так вот доливая воды в обоих случаях у нас никакой химии сюда и сюда вся наша значит все наши средства это вы видите вот у нас корица куркума перекись водорода ну и доступные средства которые могут продаваться во всех уголках мира у нас сейчас именно то такое такая тема на канале так вот здесь вот я хочу выпрямить корень вот так вот чтобы пониже села у нас орхидея вот и соответственно побольше корень был воде вот так вот еще даже подалью сюда побольше вот так все друзья вот такой вот у нас будет я не стал ничем припудривать основание потому что там особо гнили никакой нету вот как есть так есть в общем вот так вот мы все оставим значит этим малышам одинаковые условия две у таких орхидеи уберу сторонку сейчас все и два бриона из предыдущего видео с предыдущих видео тоже одинаковые но у них тут все нормально вообще они прут по этим прям все у них хорошо вот в общем два брион чека и 2 и 2 даймон 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 queen даймон queen и 2 даймон queen а вот таких вот у нас с вами кандидаты на наш своим проект все в общем ждем когда они у нас корешки пойдут в рост они пойдут потому что вот этот способ который я показываю вам когда треть отчитать точнее так от четверти до половины длины воздушных корней мы помещаем в емкость с водой это оптимальный способ для как сказать для стимуляции и напаивание орхидей и в том числе адаптации орхидей к воздушных корней к пересадки то есть корни начинают напитываться питают орхидеи водой орхидеи чувствует много влаги начинает выпускать новые корешочки и вот в этот момент мы их с вами пересаживаем ждем неделю адаптационный период ну по факту там неделю может быть две может быть там два-три дня но неважно и начинаем подкорку вот одну из этих двух кормим также одну из этих двух кормим до по одной из этих двух авторы мы не кормим и наблюдаем что с ним происходит какие будут по удобрения об этом мы все узнаем с вами в одном из следующих видео а пока что всем хорошего настроения всем до новых встреч на канале всем пока